Ярослав поступил не очень хорошо в отношении своей сестры, да потому что он так поступил в отношении своей жены. Столкнулись два брата, поиска двух братьев, Мстислава Храброго и Ярослава Мудрого. Своя для него была Тьму-Таракань, а все остальные были не свои. Киевляне оказались не рады совершенно Тьму-Тараканскому князю. Высок, дороден, краснолиц. Он, достигнув этой власти, предложил ей поделиться. И взлетала лебедь в облака, пела древний киевский престол. Поединок славила старинный, Где Мстислав редедю заколол перед всей Касошской дружиной. Этот удивительный, совершенно, такой вот своеобразный распев, Вступление к слову о полку Игореве В переводе поэта Николая Заболоцкого Впервые встретился мне в детские годы и произвел необыкновенное впечатление. Мне очень хотелось узнать, кто такой Мстислав, И что за редедя. Еще большее впечатление на меня произвела картина. В русском музее, я примерно в том же юном возрасте, Примерно в пятом классе попала в русский музей впервые. И, как ни парадоксально, Первая картина, приковавшая мое внимание, Была даже не из серии классиков, А картина, написанная Андреем Ивановичем Ивановым, Более знаменит его сын, Александр Иванов со своим явлением Христа народу, Но отец тоже известный художник и академик, В 1812 году он написал картину Единоборства Мстислава Храброго С косожским князем Редедию. Великолепная картина, по крайней мере, тогда показалась. Да и сейчас я на нее смотрю, она мне нравится. И вот тогда я узнала, что этого человека звали Мстислав Храбрый. Ну, а сейчас я уже рассказываю о нем, Так как продолжаю тему великих семей И тему родственников Ярослава Мудрого. Вот так необыкновенно совпало. Человек, который с самого детства как-то запал мне в душу, Теперь стал героем моего рассказа. Я уже говорила, что рассказывая про Ярослава Мудрого, Будем немножечко, ну, как бы отойдем от традиционной схемы отцов и детей. И я впервые в повествование включу родственников Ярослава Мудрого, И в частности его брата и сестру, потому что они чрезвычайно знамениты. И вот братом как раз будет Мстислав Храбрый. Мстислав Владимирович Храбрый Личность, воспетая, ну, не только словом полку Игореве, О нем с восторгом пишет и повесть в именных лет. Поединок его средидею упоминается в различных, так называемых, скальдах. И в целом этого князя всегда оценивают как князя яркого и чрезвычайно благородного. Феномен Мстислава Храброго, а это действительно феномен, заключается в том, что этот князь не очень сильно рвался к власти. Для той эпохи это скорее было исключение, чем правило. И еще один удивительный момент заключается в том, что он, достигнув этой власти, предложил ей поделиться. Как бы уступил. Это было необычно для той эпохи. Во всех остальных вопросах, пожалуй, человек был, ну, вполне соответствующий своей эпохе. Храбрый, смелый, талантливый полководец, достаточно удачливый князь. Ну вот, давайте поговорим конкретно о том, что он сделал, чем прославился, почему поединок с средидею оказался вот таким эпосным, что с него начинает даже слово о полку Игореве, это один из, так сказать, зачинов слова о полку Игореве, то есть одно из самых важных, о чем вспоминает летописец. Чем же так прославился именно этот брат Ярослава Мудрого? Реально, его жизнь мы знаем примерно с тысяча десятого года, когда он становится тьму тараканским князем. До этого, ну, даже его маму, трудно сказать, кем она была, и дата рождения вызывает довольно большие споры. Но, так или иначе, какие-то моменты все-таки исследователи из летописей пытаются извлечь, и все-таки какие-то точки зрения на этот счет есть. Так, например, большая часть исследователей вслед за Татищевым считает, что Мстислав Храбрый, он был сыном Владимира от Чехини, Адельи, ну, то есть чешки. Больше, кроме имени, и то это имя, так сказать, мелькает только в одном из источников, и возможном предположении, что это была чешка, ну, мы практически ничего не знаем. Известно, что у Мстислава было еще два или три родных брата. Вот, известно, что он был одним из младших детей. У Владимира вообще было огромное количество сыновей и дочерей. У Владимира, он, так сказать, очень любострастен был, у него было множество наложниц, там большие проблемы возникали с объемом, так сказать, его сыновей и дочерей. В 1015 году князь Владимир умирает. И тут же начинается борьба за власть между его сыновьями. Ну, какие-то перипетии этой борьбы за власть, и многие перипетии мы с вами, вот именно с 1015 года, мы с вами узнаем, когда я буду рассказывать про сестру Ярослава Мудрого пред Славу и про самого Ярослава Мудрого, потому что они достаточно активно разными способами в этой борьбе поучаствовали. Что касается нашего героя, Мстислава Храброго, то здесь редкий случай. Он в эту борьбу вмешиваться не стал. Как-то все конфликты, все выяснения отношений проходили мимо него. Это первая особенность и первое отличие нашего героя от всех остальных. Тем более, что летопись описывает его как чрезвычайно к тому моменту храброго, и что очень важно для той эпохи, физически сильного человека. Вообще, описание Мстислава Храброго выглядит следующим образом. Высок, дороден, краснолиц, красный и очень физически сильный. Вот такой образ появляется могучего, крепкого, сильного князя. И вот тогда еще, кстати, еще и очень молодого. Почему Мстислав Храбрый не стал вмешиваться в конфликт, в котором, по сути дела, к тому моменту достаточно активно стали принимать участие все братья, ну, по крайней мере, те, которые остались в живых? Хотя, конечно, основная, так сказать, линия конфликта – это между Святополком, который потом получил прозвище Окаянный, и Ярославом, который стал в дальнейшем, так сказать, известен под прозвищем Мудрого. Но, тем не менее, вот Мстислав как-то стоит в стороне. А здесь два версии объяснения. Первая, вот та самая, которую я вам уже сказала, и часть летописцев и историков придерживается именно этого мнения – князь не был честолюбив. Князю все это было не очень интересно, а, возможно, он признавал старейшинство своих братьев. Святополк и Ярослав были старше его, и он считал, что они как бы по праву должны владеть Киевским престолом. Он в то же время, ну, пока довольствуется своей тьму-тараканью. Вторая версия сосредотачивается на том, что Мстислав просто не мог покинуть в это время свою территорию, поскольку если бы он отправился из тьму-тараканью выяснять, так сказать, вопрос о том, сможет ли он захватить Киевский престол или нет, и вообще бороться за Киевский престол, то он бы лишился этой самой тьмы-тараканью. У него в это время были большие и серьезные задачи, местные, с которыми необходимо было разобраться. На границах тьму-тараканью проживали племена адыгского происхождения, адыги, которых славяне именовали косоги. Племена были достаточно активные, чрезвычайно воинственные и постоянно, ну, так или иначе, задевавшие границы разнообразных территорий. Племена косогов представляли достаточно существенную опасность. Второе. Неподалеку находилась Хазария, к тому моменту зависимая от византийского императора. Зависимость крымским Хазарам, особенно крымским, абсолютно не нравилась. Время от времени они поднимали восстание. Русь, традиционно заключавшая дипломатические договоры, и князья, так сказать, начиная от Ольги, Святослава и Владимира. Владимир, как вы помните, женился на сестре византийского императора Анне, это его последняя супруга, и единственная официальная, так сказать, христианская. И византийский император в тьму-таракане видел союзника, а крымские Хазары видели в ней противника. И, соответственно, при любом восстании нападали на территорию тьмы-таракане. Вот, собственно, в 1016 году и случилось такое восстание крымских Хазар, с которым, как союзник византийского императора, Мстислав Храбрый вынужден был и разбираться. Разобрался, надо сказать, довольно хорошо. Он не только помог византийскому императору, он еще за свои, так сказать, скажем так, вот такие подвиги в усмирении крымских Хазар получил от византийского императора своеобразный бонус, присоединив к тьму-таракане современную Керчь. Корчев-то так называемая, и, в общем-то, Керчь вошла в состав тьму-тараканского княжества. Так что эта проблема, в принципе, была решена, но оставались Касоги. В 1022 году, собственно говоря, откуда вот Касожский князь или дедя, Мстислав основа поддержал Византию в войне с Грузией. Касоги к тому моменту с Грузией помирились и фактически выступали как союзники Грузии. И на тьму-таракань, как на союзника Византии, Касоги, собственно говоря, и напали. Касожское войско во главе с Касожским правителем, его по-разному называют источники, но чаще всего ханам все-таки, хотя есть другие, так сказать, названия, Редедею, напали на тьму-тараканское княжество. И более того, по обычаям и традициям того времени, Редедею вызвал, так сказать, на битву Мстислава Храброго. И когда войска выстроились друг напротив друга, друг напротив друга, Редедею вдруг неожиданно предложил Мстиславу Храброму, а что мы будем губить свои дружины? Давай решим вопрос поединком. Судом Божьим стоит отметить, что Касоги в это время были язычниками, а тьму-тараканское княжество было уже княжеством христианским. Тем не менее, вот Редедею предлагает, по сути дела, традиционный поединок Божий суд, который, кстати, достаточно широко использовался язычниками и в раннехристианской традиции. И говорит, если ты победишь меня, ты заберешь мою казну, подчинишь себе мое войско, мою семью, мою жену, моих детей, и будешь владеть всем. Но если победу одержу я, я, соответственно, заберу у тебя все. Касожский хан или князь Редедя, предводитель войска Касогов-адыгов, славился своей не только недюжинной силой, а еще и огромным ростом. Все источники и все, так сказать, эпические произведения, а битва потом вошла в различные эпосы, так называемые скальды, повествуют о Редеде, как, знаете, о таком почти библейском Голиафе, то есть невероятно, или в греческом Геркулесе, невероятно огромного роста человека, очень мощным, крепким, сильным. Такого значимого богатырияния было не только в Касожском войске, да и в русском тоже вообще. То есть, именно рассчитывая на свой невероятный гигантский рост, огромную физическую силу, Редеде и вызвал на бой Мстислава Храброго, ну, почти стопроцентно, будучи в уверенности, что он победит. Вот сам поединок описывается довольно странно, потому что, с одной стороны, это действительно невероятно эпический, так сказать, поединок, и именно после него Мстислав получает прозвище Храбрый, потому что, по сути дела, это такая отсылка к бою Давида и Голиафа, своеобразная, только это поединок единоборства, поединок без оружия, на кулаках, как вы помните, все-таки Давид прощой убивает Голиафа, а здесь несколько иное. И вот почему я говорю несколько странно. На самом деле героический подвиг Мстислава виден. И именно так, так сказать, построено восхваление слова полку Игореве. Именно этот момент пытался отразить в своей картине Андрей Иванов. Мстислав, они действительно столкнулись в поединке, ну, по сути дела, борцовском, без оружия, в тесном бою. И Мстислав выдержал, довольно долго выдержал против Идети на глазах своего и чужого войска. Несмотря на огромную мощь Идети, сам Тости Мстислав тоже был крабом, крепким, но Идети был просто великан. Мстислав устоял довольно долго. И потом, как пишет летопись, его силы стали иссякать. Он пал на землю, и Редедедя готов был его убить. И тут Мстислав взмолился Богородицей. И попросил ее помочь ему одержать победу. И в молитве сказал, если я одержу победу, я построю тебе храм. И неожиданно у него появились силы. И он вскочил и повалил Редедедю на землю. И вот здесь какой-то странный момент. Откуда-то в руках Мстислава появляется нож. А поединок был без оружия. И он этим ножом ударяет Редедедю и добивает его насмерть. И вот отсюда Мстислав Редедедю заколол перед всей Косовской дружиной. Насколько это было нарушением поединка, сказать трудно. Где тоже, так сказать, в общем-то он там прятал нож, вероятно он был небольшим, тоже трудно сказать. Но вот эта деталь есть. Это действительно деталь есть. И как бы с одной стороны действительно это случай удивительный. И эпос восхвалял силу и мужество Мстислава, не побоявшегося один на один выступить в поединок с прославленным и огромным Косовским богатырём Редедедей. С другой стороны всё-таки вот нож откуда взялся. Ну даже эпос об этом пишет. После победы над Редедей Косовское войско не только сдалось Мстиславу Храброму, оно перешло на его сторону. С этого момента различные походы Мстислав Храбрый будет совершать вместе с Косогами. Фактически они его признали своим ханом и своим князем. Потому что он победил в Божьем суде. Значит, вероятно, они не увидели в этом самом ноже какого-то серьёзного нарушения поединка. Два сына и жена Редедей также перешли ну соответственно победителю. Ну, что стало с женой неизвестно, а вот с сыновьями достаточно известно. Он их покрестил. Имена они получили Романа Юрий. И Романа Старшего он женил на своей дочери Татьяне. Правда, очень скоро в 24-м году Роман погиб в бою, кстати, защищая интересы уже Мстислава Храброго. Но так или иначе, фактически он их почти усыновил. Тем более у самого Мстислава Храброго там были проблемы. У него родившийся сын он женат был только один раз. Родившийся у них сын довольно скоро умер. А что касается дочки, вот дочка так сказать оказалась потом бездетной. То есть как-то потомства к сожалению не осталось. вообще о семейной жизни Мстислава Храброго мы почти ничего не знаем. Вот кроме упоминания о том, что у него была супруга, были дети и о том, что в конечном итоге Тьму Таракань после его смерти в 1036 году достаточно неожиданной оказалась вымороченной и была прибрана его братом Ярославом в свои владения. Вот это вот тот момент единственный, который мы можем по личным каким-то вещам сказать. Но вот его деятельность скажем так государственная политическая она в летописях прослеживается хорошо. Потому что одержав победу над Редедею и очень сильно укрепив свои позиции за счет Касовского войска и еще заодно решив проблему теперь уже и с крымскими хазарами проблема была решена они были подчинены и более того он расширил свою территорию и Касоги фактически стали его союзниками и вот здесь вот очень важный момент он пользовался огромным авторитетом среди Касогов потому что они считали что он стал их князем по божьему праву и он не пролил их крови он в общем-то вышел на поединок и победа над огромным богатырем и Редедею конечно же в глазах Касогов была вполне себе справедливым основанием признать его в качестве владыки так вот именно тогда Мстислав Храбрый решает вступить на конец междоусобный конфликт решает вступить междоусобный конфликт и в определенной степени побороться за Киевский престол ну вот неизвестно насколько он собирался бороться за Киевский престол но там вот там странно все получилось так или иначе да кстати стоит отметить что церковь Богородицы он построил и более того дальнейшие раскопки в тьму таракани эту церковь нашли исследователи спорят почему все-таки Мстислав Храбрый отправился в 1024 году на Киев ну версии такие что все-таки значит первая версия все-таки решил посоучаствовать внешние проблемы были решены свои собственные войско за счет косогов сильно укрепилось да еще и момент был удачный вспыхнуло восстание в Суздале и Ярослав Мудрый отправился это восстание покорять вот таким образом Ярослава в Киеве не было и так или иначе это первая точка зрения вторая точка зрения говорит о том что у Мстислава Храброго была задача не захватить Киев а укрепить границы Тьму-Таракани и расширить эти границы с севера за счет так называемых северян кстати вполне возможно что вот такая партикулярная идея у него действительно была то есть он не хотел как бы править всей Русью он хотел действительно укрепить границы своего Тьму-Тараканского княжества потому что дальнейшие события показали что в Киев-то он не очень сильно рвался хотя первое хотя попытался значит со своими косогами он отправился под стены Киева ну некоторые летописи пишут что он рассчитывал что ему киевляне будут рады киевляне оказались не рады совершенно этому Тараканскому князю особенно когда увидели что он пришел в сопровождении кочевников косогов вот они только своей дружины и ворота не открыли и вот тут очень интересный момент несмотря на достаточно значительные силы он Мстислав Храбрый не стал осаждать Киев отступил на левый берег Днепра где находился город Чернигов собственно в дальнейшем выяснилось что Чернигов и был главной целью Мстислава Храброго именно Черниговские земли земли так как называли их в Тьму Таракани северян северные земли но они действительно северные Тьму Таракани и хотел присоединить в конечном итоге к своему Тьму Тараканскому княжеству Мстислав Храбрый для того чтобы укрепить северные границы и ну скажем так создать такой компактный заслон вокруг Тьму Таракани он взял Чернигов и видимо ну согласно летописи там довольно хорошо себя вел так или иначе удивительным является то обстоятельство что черниговцы которых Мстислав Храбрый по идее это захватил в дальнейшем конфликте с Ярославом Мудрым его поддержали что произошло дальше Ярослав Мудрый естественно выяснив что брат у него ходит под Киевом отжал фактически у него левый берег Днепра Чернигов конечно же в конце концов не мог оставить это без внимания справившись с уздальским восстанием подавив с уздальское восстание он тут же отправляется в Новгород где нанимает варяжскую дружину почему-то не его дружина это действительно скандинавы варяги наемники и с этой дружиной отправляется в том же двадцать четвертом году под Киев и конкретно к Чернигову с тем чтобы выбить оттуда своего брата Мстислава Храброго и вот здесь очень интересный момент неподалеку от Чернигова у городка Листвин в тысяча двадцать четвертом году состоялась знаменитая битва битва при Листвине она действительно очень интересная она кстати показала что ну в общем-то на Руси тоже были хорошие полководцы и более того знавшие ну всевозможные способы борьбы скажем так принятые в античной традиции возможно что-то начитавшиеся а может быть сами до этого дошли но так или иначе именно в битве при Листвине столкнулись два брата поиска двух братьев Мстислава Храброго и Ярослава Мудрого Ярослава Мудрого представляла в большей степени наемная вояжская дружина чрезвычайно мощная а что касается войск Мстислава Храброго то они были очень интересного состава в них ходила дружина самого Мстислава Косоги и жители Чернигова жители Чернигова северяне поддержали именом Стислава Храброго хотя до этого подчинялись Ярославу и выступили в битве более того именно северяне черниговцы приняли на себя весь основной удар варяжской дружины потому что Мстислав Храбрый впервые в истории русских битв применил прием окружения с флангов применил прием нарушения целостности флангового строя обычно в русских битвах выстраивались в одну линию вот так варяги выстроились и продавливали этой линией стенка на стенку вот так а Мстислав Храбрый расположил основные войска на флангах значительно ослабив середину и в эту середину он поставил северян и именно на них пришелся основной то есть черниговцев основной удар вояжской дружины в то же время остальные войска Мстислава Храброго его собственная дружина и косоги замкнули как бы с флангов войска варяжское войско Ярослава Мудрого и его разбили разгром был огромный просто огромный большая часть варягов погибла Ярослав вынужден был бежать надо сказать очень интересна реакция Мстислава Храброго по свидетельствам летописца на итоги битвы вот эта реакция говорит о том что Мстислав Храбрый все-таки был человеком своего времени которого в большей степени интересовали свои люди и который еще не воспринимал территорию которая тогда называлась Киевская Русь как что-то единое целое и требующее единой защиты он очень четко мыслил еще в парадигме свой-чужой и своя для него была тьму таракань а все остальные были не свои потому что итог битвы он оценил следующим образом мое сердце радуется и кто бы не радовался вот среди мертвых лежит варяг лежит косок лежит северянин а практически вся моя дружина цела достаточно откровенное такое высказывание князя это высказывание человека своей эпохи еще более удивительным представляется второй поступок в общем там Стеслава после бегства Ярослава и после победы при Листвине все ожидали что он войдет в Киев киевляне замерли они понимали что противостоять им нечем буквально вот и ожидали что сейчас Мстислав храбрый а придет б пограбит поскольку они его первоначально не пустили и в общем будет много разнообразных неприятностей а неприятностей не случилось никаких на Киев почти беззащитный можно сказать Киев Мстислав храбрый не пошел более того он сделал совершенно неожиданный шаг вернувшись Чернигов он отправляет послание Ярославу Мудрому где пишет что давай прекращать вражду помиримся я тебя признаю старейшим братом и прошу так сказать поделиться только частью своей земли то до левого берега Днепра будет все твое а с левого берега Днепра то есть от Чернигова до тьму таракани все мое но естественно Ярослав был вынужден согласиться на эти условия и по сути дела с этого момента оба брата становятся соправителями поделив правобережные земли так сказать и левобережные земли и Ярослав так сказать считается утвердившимся в Киеве хотя в Киеве честно говоря он приезжает не сразу предпочитая достаточно долго еще до 26 года быть в Новгороде а в свою очередь Мстислав храбрый провозглашает столицы теперь своей достаточно обширной территории то есть посмотрите частично земли Косогов Тьму-Таракань Таманский полуостров значит занимающий большую часть Таманского полуострова далее Керчь через Керченский пролив и наконец Чернигов и Черниговские земли и еще земли вплоть до левого берега Днепра это все теперь владения Мстислава и стоит отметить что Ярослав оказался достаточно терпим и Мстислав достаточно терпим чтобы в дальнейшем вот это перемирие и по сути дела своеобразный Дуум-Верат при том что Мстислав официально признавал старейшинство Ярослава он действительно кстати юридически был старший брат не нарушался Более того братья с удовольствием вместе участвовали в походах по расширению или возвращению земель которые отнял польский король в период междоусобицы помогая святополку окаянному он захватил Киев польский король Болеслав храбрый и в общем-то когда ушел из Киева он отнял Галицко-Волынские земли которые присоединил к Польше так вот собственно говоря оба брата попытались и как потом оказалось очень успешно вернуть эти самые земли дело в том что в начале 30-х годов в 25-м году в 1025-м году умирает Болеслав Храбрый и после его смерти вступившие на престол так сказать его преемники начинают ну между междоусобный конфликт там появляется много желающих и Польша с начала 30-х годов вступает в ту же стадию династической борьбы за власть между разнообразными преемниками Болеслава Храброго какую только вот недавно пережила Русь это естественно довольно сильно ослабляет Польшу и именно этим воспользовались оба брата именно этим воспользовались оба брата соединив свои усилия и отправившись так называемый польский поход 30-го 31-го года оказались чрезвычайно удачными Галя сковалынская земля была возвращена и присоединена к землям Ярослава Мудрого и Мстислава более того были захвачены довольно большое количество пленных Мстислав поселил их в Чернигове Ярослав неподалеку от Киева и считают что вот именно тогда эти земли пополнились в определенной степени польским компонентом перемешавшимся со всеми остальными кстати Мстислав Храбрый вознаменование именно этих побед в Чернигове заложил каменный храм тогда каменных храмов было немного но вот это один из наиболее важных стоит отметить что последние годы жизни Мстислава Храброго были не такими удачными как предыдущие по крайней мере ничем практически закончилась его попытка вторгнуться в Аран там тоже была междоусобица там тоже братья делили власть и он подумал что здесь достаточно удачно все получится но к его сожалению они там договорились гораздо раньше и тот кто выступал Муса в качестве союзника Мстислава Храброго потом умудрившись жениться так сказать на дочери противника в конце концов помирился именно с ним и выступил против Мстислава Храброго стоит отметить что какого-то серьезного поражения Мстислав Храбрый не потерпел но вместе с тем реально ничего не выиграл цель-то была в общем-то расширить территорию неизвестно справился ли в конечном итоге бы с этой задачей Мстислав Храбрый но в 1036 году совершенно при неожиданных обстоятельствах он погиб на охоте там не очень понятно в летописях как это произошло но все летописи в общем-то объясняют что это была случайная смерть это была совершенно неожиданная смерть вряд ли это был результат какого-то заговора вот по крайней мере ни источники ни свидетельства так сказать дальнейшие историков которые так или иначе разбирали этот вопрос об этом не говорят хотя все подчеркивают ну достаточно видимо такой неожиданный характер этой смерти наследников он после себя не оставил и как я уже говорила земля оказалась ну в определенной степени вымороченной и перешла под управление Ярослава Мудрого все вот эти вот завоевания Мстислава Храброго и тьму тараканские земли ну интересно что в России появились люди несколько дворянских фамилий вот особенно они активизировались в 19 веке и даже и в 18 которые называли себя Редедевичи там так сказать три фамилии и говорили что они даже не дворянские боярские фамилии но потом в дальнейшем это дворянские роды так сказать отфиксировались и они говорили что они потомки Мстислава Храброго каким образом значит они дети этого самого Романа сына Редеди и Татьяны или Татьяны дочери Мстислава Храброго и таким образом они родственники Рюриковичей и как родственники Рюриковичей они имеют право на престол и время от времени вот говорили что мы такие знатные мы все прочее большая часть исследователей в общем-то утверждает что в определенной степени это фейк это неправда потому что в источниках нет упоминания о детях Романа и Татьяны вот такова судьба родного брата Ярослава Мудрого вошедшего в легенды и в эпосы как русский богатырь победивший до этого слывшего непобедимым и могучим косожского богатыря Редедю как человек искусный в полководческом деле как хороший талантливый военачальник как очень заботливый князь который действительно родил за интересы своего тьму тараканского княжества и более того пытался сохранить людей и дружину и видимо даже как не очень чистолюбивый человек по крайней мере не обуянный жаждой власти вот такая вот интересная и нестандартная личность ну а сейчас мы перейдем ко второй родственнице Ярослава Мудрого и наш рассказ пойдет о его родной сестре если Мстислав храбрый был его сводным братом то женщина о которой мы сегодня будем рассказывать княжна предслава была его родной сестрой то есть точно так же как Ярослав она была дочерью Владимира и полоцкой княжны Рагнеды предслава Владимировна княжна предслава удивительная женщина удивительная хотя бы потому что эта княжна попала во множество хроник это очень редкий случай чтобы о женщине писали так много и писали и русские источники те вообще достаточно редко упоминают о женщинах в частности Лаврентьевская летопись три раза упоминает о предславе и они же пишут зарубежные источники в частности немецкие и польские вот я позволю себе зачитать неполный список источников в которых упоминается предслава чтобы вы поняли насколько интересовались этой личностью к сожалению ныне почти совершенно забытой авторы эпохи средневековья вот посмотрите предслава упоминается как я уже сказала в Лаврентьевской летописи в повести временных лет в хронике Титмара Мейзенбургского в житие преподобного Моисея Угрина в хронике Гала Анонима и это только основные источники где упоминается предслава на самом деле их гораздо больше несмотря на то что мы не знаем ну скажем так ни одного портрета этой княжны хроники упоминают ну примерно как она выглядела вот такой огромный интерес даже не к королеве не к супруге князя таковой она никогда не стала а просто к одной из дочерей Владимира Святого князя Владимира Святославовича это конечно явление совершенно уникальное вот просто уникальное более того предслава вызывала такое большое уважение в дальнейшем что на протяжении 12-го столетия даже в конце 12-го столетия и в польских и в киевских и в новгородских землях очень часто имя предслава давали девочкам хотя имя не христианское имя языческое и вот это тоже удивительный случай то есть само по себе это уже говорит о том что мы имеем дело с необыкновенной женщиной и потому что в общем-то даже например про дочерей Ярослава Мудрого прославившихся как европейские королевы хроники так много не рассказывают по крайней мере отечественные хроники это вот первый момент второй момент который стоит сразу отметить судьба этой женщины необыкновенно трагична можно сказать почти ужасна и в определенной степени эта трагедия была обусловлена тем что по сути дело она стала заложницей политических интересов и ее предали ближайшие родственники и в частности одним из таких предателей стал ее родной брат Ярослав Мудрый между тем саму эту женщину упрекнуть не в чем как раз она стояла на страже интересов своих родственников и в частности во многом помогла и политической карьере и личному росту своего родного брата Ярослава так что здесь мы имеем дело еще с семейной трагедией и с действительно очень очень большой вот скажем так неприятностью с большой сложностью судьбы этой женщины а судьба ее складывалась следующим образом как обычно это бывает с людьми жившими очень в отдаленную эпоху и особенно если они при этом не были правителями да и когда правители зачастую годы правления можно вычислить точно а вот год рождения нет год рождения предславы представляет большую сложность вообще по мнению большинства исследователей она должна была родиться между 981 и ну раньше же как-то не получается по многим параметрам и 987 годом позже не получается потому что в 987 году ее мать Рогнеда попыталась организовать заговор против своего супруга Владимира и за это была сослана вот и более так сказать после 87 года они не виделись она детей не рожала от Владимира но дело в том что хроники упоминают что она-то была сослана а ее дочь предслава осталась в Киеве а это означало что дочери уже больше 4 лет до 4 лет тогдашние обычаи не позволяли забирать ребенка у матери он должен был обязательно быть при матери жить в тереме матери и даже самые жестокие мужья не отнимали до 4 лет детей от матери после 4 ребенок уже считался достаточно взрослым чтобы жить без матери это означает что предславик в 87 году было как минимум 4 года в 987 году а что отсылает нас гипотетически вот например такой точки зрения придерживается исследовательница Людмила Морозова что нас отсылает гипотетически либо к 82 либо к 83 году вот скорее всего тогда она и родилась правда тут же возникает серьезная проблема почти все источники пишут о бешеной а здесь тоже есть романтическая история правда романтическая история с трагическим привкусом бешеной любви польского короля Болеслава а к предславе того самого Болеслава Храброго которого мы уже упоминали в рассказе о Мстиславе Храбром Болеслава Первого Храброго что Болеслав Первый Храбрый был очарован и красотой и предславой невероятно в нее влюблен сватался к ней и вот это сватовство польские хроники относят уже к довольно позднему периоду примерно к 16 году потому что в польских хрониках там разные это сказать варианты почему ему отказали а Болеславу отказали в этом так сказать сватовстве тем кто выступает инициатором отказа в одном случае выступает сам Ярослав Мудры которым так сказать отказывается от этого по политическим соображениям в другом случае сама предслава которая не понравилась что Болеслав слишком толст и любострастен и вот здесь возникает некоторая сложность дело в том что да Болеслав то сам конечно был к тому моменту не юный а момент сватовства польские хроники относят к 1016 году то есть сразу после смерти князя Владимира сам-то он был далеко не юный но по тем понятиям предслава была уже совсем зрелой если не сказать пожилой женщиной если она родилась примерно в 983 году то ей к тому моменту было уже за 30 а это по понятиям той эпохи ну уже женщина весьма почтенного возраста и конечно в невесты она вроде как уже не годилась и вот эта вот страсть Болеслава уже начинает вызывать вопросы но тем не менее польские хроники излагают именно так более того указания на это встречаются и так сказать в Лаврентьевской например летописи и в повести временных лет особенно в повести временных лет и там это очень жестко показано именно потом ситуация которая сложилась вот в результате отказа Болеславу от этого сватовства но прежде чем мы так или иначе вступим приступим к рассказу о самом трагическом периоде жизни предславы потому что именно с Болеславом связано ну все что большая часть того что было в жизни неприятного но необходимо отметить что и Ярослав постарался в этом плане мы немножечко поговорим о том как предслава помогла своему брату Ярославу в борьбе с святополком после изгнания ее матери из Киева предслава осталась в Киеве где как считают ее и многочисленных дочерей всего их по подсчету хроники в общем-то указывают что их было девять и предслава видимо была одной из самых старших вот многочисленных дочерей Владимира поселили в особом поселочке неподалеку так сказать от Киева на реке Лыбедь где видимо предслава была старшей потому что поселок в конечном итоге получил ее имя предслава по мнению хронистов там не только заботилась о своих сестрах а кстати к ней очень хорошо относилась хотя и с некоторым презрением как незаконорожденной но с некоторым уважением относилась мачеха Анна дочь византийского императора последняя супруга Владимира Святославовича ну считают что ее очень любили сестры и ее очень любили киевляне предслава получила великолепное образование польские хроники и хроники немецкие указывают что она владела латынью она владела греческим она была музыкальна играла на разнообразных музыкальных инструментах очень красиво пела и конечно же была хороша собой была лепа собой при таких данных удивительно что ее не сосватали раньше поэтому Морозова выдвигает гипотезу о том что польский король Болеслав на самом деле сватался к ней гораздо раньше еще при жизни Владимира и получил отказ может быть вынужден был отступиться из-за несоответствия государственных интересов в чем собственно говоря было это несоответствие ну то есть когда еще предслава была юная тогда Болеславу она очень понравилась в чем было несоответствие Владимир не хотел давать за дочерями преданное его совершенно не интересовали его дочери он воспринимал как такую своеобразную обузу они вот так все жили отдельно в поселочке вот тратиться на них он не желал политика Владимира в этом плане кардинально отличалась от политики Ярослава который считал что договоры надо подкреплять династическими браками и в этом плане видел в дочерях такое своеобразное средство международной политики ну вот Владимир в этом плане дочерей не ценил они ему видимо были достаточно неинтересны другие дочери видимо не получили такого сногсшибательного образования во всяком случае удивительно то обстоятельство что хроники о других дочерях почти не упоминают а если говорить об хрониках так сказать вот таких как Лаврентьевское летопись Патевское летопись Повесь временных лет так там вообще из дочерей Владимира вот так более-менее подробно описывается только предслава из этого исследователи делают вывод что она видимо была какой-то достаточно авторитетной личностью и по крайней мере пользовалась уважением если не киевлян то тогдашние интеллектуальные элиты по крайней мере ее хорошо знали и вот самое удивительное в том что летописи сохранили даже ее письма вот если говорить о той же лаврентьевской летописи то там предслава упоминается три раза и все три раза в связи с посланиями которые она пишет своему брату а также точно вот она упоминается в житии Угрина вот Моисея Угрина о котором мы с вами говорили но о Моисее и Угрине мы сейчас скажем значит первое письмо датируется тысяча пятнадцатым годом первым письме предслава пишет Ярославу находящемуся в Новгороде о том что умер князь Владимир их отец Владимир Святославович и она очень боится что сейчас святополк начнет уничтожать всех остальных братьев и попытается захватить престол с точки зрения предславы прав на этот престол он не имел поскольку предслава была уверена в том что святополк не родной сын Владимира кстати эту точку зрения разделяет ряд исследователей которые говорят что после того как Владимир убил своего старшего брата Ярополка он взял в жены его супругу Грекиню которую некоторые называют Ириной ну там достаточно спорный вопрос и что она была уже беременна но так или иначе родившийся святополк был признан Владимиром его сыном тем не менее за ним достаточно активно ходила слава что он не сын а племянник и что на самом деле он сын Ярополка предслава как так сказать дочка Владимира и уверенная в том что ее родной брат Ярослав также сын Владимира естественно считала что главным старшим сыном Владимира является именно Ярослав и именно Ярослав достоин престола более того предслава полагала что ну если уж не Ярослав то тогда Борис и Глеб потому что они как бы дети рожденные от жены Владимира с которой он уже венчался по христианскому обычаю то есть они вроде как законные и она говорит что святополк вот начнет всех их уничтожать потому что они ему опасны второе письмо датируется 16-м годом 1016-м годом в рамках этого 16-го года предслава пишет о том что святополк и обвиняет святополка именно это обвинение идет от письма предславы сохранившегося в летописных источниках о том что святополк убил Бориса сына Анны и Владимира своего родного брата откуда она это знает именно к ней бежит чудом спасшийся от бойни ближний человек дружинник Бориса Моисей Угрин и он рассказывает о том что за убийством Бориса стоит именно святополк и она предупреждает о том что вот оно происходит и он скоро убьет Глеба и действительно потом будет убивать тебя стоит отметить что именно эти предупреждения потрясающе сработали на руку Ярославу Ярослав четко понимая и фактически имея своего агента своеобразного в Киеве который четко понимал обстановку и так сказать сообщал ему о том что творится в Киеве дала ему возможность не только сориентироваться в обстановке но и собрать войска и очень вовремя прибыть под Киев и в результате Ярослав в битве побеждает Святополк а Святополк вынужден бежать а Ярослав радостно вступает в Киев бежит Святополк кстати к своему тестью а этим самым тестем почему предупреждала своего брата о том что Болеслав храбрый может пойти на Киев потому что она точно знала об этих родственных связях а тестем был Болеслав Святополк был женат на дочери польского короля вот он и к нему бежит Ярослав приезжает в Киев вместе со своей женой норвежской Анной вот становится на киевский престол но тут совершенно возмущенный Болеслав совершенно возмущенный Болеслав по киевским по польским хроникам и немецким хроникам Болеслав еще и у которого умерла третья жена уже по счету посватался к Ярославу и получил отказ и совершенно возмущенный сказав что нас оскорбили согласно тем же польским хроникам и в частности галу анониму а вот Болеслав отправляется вместе с святополком окаянным к Киеву где собственно говоря им разбивает Ярослава ну в подробности в эти вдаваться мы не будем Ярослав появил очень большую беспечность он почему-то был уверен что он легко победит когда я буду рассказывать биографию Ярослава я достаточно подробно вот об этом эпизоде расскажу пока достаточно отметить что вот эта беспечность Ярославу стоила невероятно дорого он был на голову развит войсками Болеслава Храброго и оставив в Киеве свою семью за что Болеславом Храбрым был обозван согласно польским хроникам трусливым князем трусливым королем даже как он назвал почти без сопротивления Болеслав Храбрый въехал через золотые ворота в оставленный Киев еще и ударил булавой в эти золотые ворота и именно здесь собственно говоря и начинается трагедия Предславы хроники по-разному говорят что случилось самый корректный самый такой вежливый момент дает ипатевская летопись которая упоминает о том что он просто увез Предславу в Польшу без всяких подробностей значит повесть временных лет и польские хроники а также немецкие хроники в частности знаменитая хроника Титмара и хроника Гала Анонима дает подробности чрезвычайно крутые ну я позволю себе кое-что зачитать ну вот эти события произошли после того как 14 августа 2018 Болеслав отказался выдать ее за меня замуж но она соединится с Болеславом незаконным браком а только один раз как наложница этим будет отмщена обида нанесенная нашему народу а для русских это будет позором и бесчестие и как он сказал дальше пишет Гал Аноним так и подтвердил слова делами насилие было совершено показательным способом княжну привели в зал где победители отмечали успеха затем в соседнюю комнату куда сразу последовал Болеслав когда он вернулся был встреч инновациями вскоре через зал вынуждена была пройти и предслава русский летописец Нестор в повести временных лет добавляет еще более страшную деталь он говорит что все было сделано публично а потом польский князь держал княжну в одной из комнат дворца в котором обитал и наведовал предславу как только появлялось на нее желание вот это одна из версий есть и другие версии значит в том же в той же так сказать лаврентьевской летописи и в хронике Титмара все-таки пишется что Болеслав женился на предславе и что состоялось какое-то венчание какое-то венчание поскольку все-таки святополку она приходилась сводной сестрой и он не хотел ее унижать но дело в том что это венчание и этот брак ничего не стоил поскольку юридически Болеслав даже если этот брак состоялся уже считался считался двоеженцем так как он уже к тому моменту был женат уже себе выбрал четвертую жену и четвертый раз был женат на немецкой графине Один поэтому в данном случае ну даже какое-то юридическое оформление не делало из предславы чего-то другого кроме наложницы вот есть также версия правда выдвигаемая исследователями о том что именно этот так сказать момент поссорил Болеслава и Святополка и не потому что Святополк заступился за предславу а потому что как раз Святополк не хотел юридического оформления этого брака почему-то он считал что это усилит позиции его противника Ярослава ну необходимо отметить что в руки Болеслава попала не только предслава с которой он вот так жестко обошелся мстя так сказать за выдуманное или реальное как он считал унижение но и все восемь сестер Ярослава все восемь дочерей князя Владимира помимо девятой предславы а также жена Ярослава как я уже говорила норвежка Анна и вот здесь очень интересный момент Болеслав действительно ну довольно быстро покинул Киев почему покинул спорят до сих пор польские хроники вот частности тот же Галла аноним и немецкие хроники и польские и хроника Титмара говорят о том что он просто выполнил все свои задачи а ему в Киеве оставаться не хотелось он часть земель под Польшу забрал ту же Галецко-Волынские земли поделил вместе со Святополком Киевскую казну и он на свои амбиции и гордыню удовлетворил и считал что делать ему здесь больше нечего потому ушел в ряде источников говорится что он поругался со Святополком и поэтому ушел но факт остается фактом в 1818 году в том же 1818 году Болеслав покидает Киев и увозит собой в плен всех женщин так или иначе связанных с семьей Ярослава и Предславу и ее сестер и жену Ярослава стоит отметить что в это время у Болеслава была еще какая проблема Ярослав когда захватил победил Святополка с помощью предславы ее предупреждений и захватил Киев к нему в плен попала жена Святополка польская принцесса дочь Болеслава и она находилась в плену у Ярослава и по прибытию в Польшу хроники по-разному оценивают действия Ярослава и Болеслава и надо сказать что интересно то обстоятельство что польские и немецкие хроники в этой ситуации в определенной степени обвиняют Ярослава русские хроники соответственно и вообще так сказать их поименных лет обвиняют Болеслава но так или иначе ситуация сложилась некрасивая согласно одной версии Болеслав в определенной степени удовлетворивший свою похоть и потерявший интерес к Предславе пытается с помощью обмена решить вопрос возвращения себе собственной дочери он предлагает Ярославу обменять Предславу и вполне возможно других сестер а также его жену Анну на свою собственную дочь жену Святополка и Ярослав категорически отказывается это одна версия источников версия другая прямо противоположная на сто процентов в рамках этой версии в рамках этой версии Болеслав по-прежнему любит Предславу он без ума от нее он не хочет с ней расставаться он забросил свою молодую жену ради так сказать сестры Ярослава Мудрого и когда Ярослав отправляет к нему гонцов и предлагает обмен соответственно что я отдаю тебе дочь а ты мне возвращаешь сестру и жену Болеслав теперь уже от этого отказывается ну трудно сказать кто от кого отказался но вот по поведению Ярослава создается впечатление что все-таки скорее всего правы те кто обвинял Ярослава в нежелании забрать так сказать свою сестру как-то обменять историки часть его оправдывают да тоже так сказать говоря что скорее всего действительно все это сделал Ярослав и скорее всего инициатива исходила от Болеслава и отказался Ярослав и говорят что вот он так поступил из-за государственных интересов потому как не хотел усиливать позиции Святополка не очень правда понятно как бы они усилились если бы мы вернули жену но так или иначе такая точка зрения есть почему я говорю о том что скорее всего все-таки Ярослав поступил не очень хорошо в отношении своей сестры да потому что он так поступил в отношении своей жены немало не интересуясь судьбой своей первой супруги Анны а кстати мы даже не знаем когда она умерла и что с ней стало в польском плену о ней вообще нет никаких сообщений и даже есть подозрение что он вот это мероприятие уже провернул еще при жизни еще при живой жене вполне возможно она там еще не погибла в польском плену или не умерла он сватается к шведской принцессе Индегерде которая и становится вскоре его второй женой и кстати рождает ему довольно большое количество сыновей и дочерей прославленных как знаменитые три Ярославны ситуация связанная с первой женой до конца дней Ярослава уже немало не волнует ну вот если он так с супругой поступил ну где гарантия что он не поступил бы так с сестрой польские хроники польские хроники говорят о существовании предславы в польском плену довольно противоречиво одни указывают что их ну кстати это подтверждается археологическими раскопками что их поместили в Польше отдельно на остров на Ледницкий остров это вот мнение ряда польских историков они там в этих хрониках нашли это в центре Польши он хорошо был укреплен что там был построен дворец в византийском стиле и церковь туда поместили всех женщин Ярослава ну вот всех его сестер и в частности предславу и возможно его супругу и там их никто не заставлял переходить в католичество там они жили и в общем-то видимо там постепенно как-то поэтапно умирали что с ними случилось никто не знает за исключением одной Марии которую выдали замуж за польского короля одного из преемников Болеслава Храброго ну вот то Казимира вот что касается второй версии вторая версия несколько более так сказать романтическая вот в рамках этой второй версии Болеслав Храбрый по-прежнему безумно любил предславу он ей там отдельные покои сделал постоянно ее навещал забыв свою молодую жену она ему родила детей вот предполагают что она родила дочь и даже согласно одной из версий эта дочь была выдана за крупного вельможу вот также вероятно был у них и сын во всяком случае так или иначе есть версия правда не очень обоснованная что могила 11-летнего ребенка относящаяся именно к этому периоду на острове Ледницы эта могила с очень богатыми украшениями это могила вот маленького сына Болеслава и предславы так или иначе мы не знаем даже когда предслава умерла и не знаем об этом хроники не говорят и не знаем была ли она жива к 1025 году когда умер Болеслав первый храбрый считают что именно после 1025 года наконец-то все пленники были отпущены обратно и им был представлен выбор либо возвратиться в свои земли им была представлена свобода им по крайней мере вот женщинам или же остаться здесь и часть осталась и приняла католичество но упоминания о предславе среди них нету умерла ли она через год в польском плену или дожила до смерти Болеслава храброго что с ней вообще случилось могила ее нигде не известно уехала ли она после освобождения если дожила в Киев или осталась в Польше тоже неизвестно остается только поразительный феномен связанный с тем что о предславе помнили о ней помнили летописи о ее трагической судьбе описывают и польские и немецкие хроники интересно то обстоятельство что часть хроник о ней говорит сочувствием и тот же самый например Галл Аноним хотя не без некоторого удовольствия описывает вот такие страшные подробности насилия предславой достаточно трагические тем не менее в конце осуждает Болеслава и говорит что он в общем-то неправильно поступил и фактически там осуждает правда не столько за конкретный вот этот случай сколько вообще за разврат недостойный христианского государя так или иначе предслава вот удивительный человек удивительный потому что мало кто из женщин той эпохи так подробно был бы упомянут в многочисленных хрониках вот те маленькие эпизоды которые казалось бы для нас маленькие на самом деле подробные упоминания и еще удивительным удивительной загадкой остается уважение к предславе вот надо сказать что Рогнеда с которой примерно такие же страшные вещи проделал Владимир Святославович причем она еще и на глазах ее родителей не пользовалась таким почетом и уважением как ее дочь а имя предславы мало того что сохранилось его часто называли согласно хроникам оно даже приносило удачу вот вот это вот то что до сих пор непонятно и то что удивительно удивительно еще одно обстоятельство Рогнеду мы помним сейчас о предславе которая была намного популярнее в свою эпоху мы благополучно забыли и мало кто честно говоря знает что вот у Ярослава была такая удивительная сестра настолько удивительная что достаточно мужские а там в основном мужчины упоминаются и так сказать отечественные немецкие и польские хроники все пишут о ней достаточно подробно и удивительно что это единственная женщина той эпохи письма которой цитируют несколько раз вот это тоже поразительный совершенно момент видимо она действительно была незаурядной женщина известная не только тем что вот такой трагический эпизод случился но и вероятно какие-то у нее были другие выдающиеся качества по крайней мере современникам она запомнилась вот такой вот рассказ о ближайших родственниках Ярослава Мудрого о его сводном брате о его родной сестре появился у нас на канале если вам рассказ понравился ставьте лайки и слушайте продолжение оно обязательно будет впереди у нас рассказ и о самом Ярославе и о достаточно яркой его второй супруге у нее тоже достаточно необычная судьба шведской принцессе Ингерди всего самого хорошего Редактор субтитров Корректор А.Егорова